Один за другим министры и руководители управления отчитываются о ситуации и рисках, росте стоимости материалов и сырья, в перспективе возможной нехватки запчастей и новой высокотехнологичной техники. Ожидаемое ограничение поставок импортных запчастей и комплектующих для обеспечения бесперебойной работы оборудования, в основном это производство ЕС и США были. Также ограничение поставок импортного сырья, ингредиентов, упаковки, необходимые для производства продукции. Хочу отметить, что на сегодняшний день упаковка и другие ингредиенты уже подорожали на 30% от цены февраля месяца. Не исключено, что цены на продукты еще вырастут, отметил Большаков. В связи с этим на федеральном уровне уже предложили снизить риски и субсидировать производителей хлеба. Проблемы испытывают и промышленники. Многие использовали зарубежное сырье и комплектующие. Запасов хватит максимум на три месяца. Если к этому времени каких-то послаблений с контрагентами по поставщикам не будет, вот тогда ситуация будет усугубляться. Тогда, конечно же, будет риск снижения производства и может быть вплоть до остановок по каким-то предприятиям. Пока ни одно предприятие региона не остановило свою работу. Впрочем, как и строительная отрасль. Материалы там тоже уже подорожали. Рост стоимости материалов уже пережили в прошлом году, вызванный был спросом. Теперь ситуация обратная. Мы предполагаем, эксперты предполагают снижение спроса на жилье, связанное с снижением доступности ипотечных кредитов. Соответственно, главная угроза в части жилищного строительства – это выполнение строительными организациями своих обязательств перед участниками долевого строительства. Необходимо сохранять и расширять механизмы льготной ипотеки, уверен министр. Сохранять льготное кредитование для застройщиков и поэтапно раскрывать искров счета. Сейчас большая часть средств с продажи жилья лежит в банках и обесценивается. А вот ремонт и строительство дорог, по словам отраслевого министра, пройдет в плановом режиме, так же, как и посевная. У всех хозяйств есть семена, обновлен парк техники, удобрений ГСМ достаточно. Малый и средний бизнес обеспокоен, но видит и плюсы. Это прямые возможности для импортозамещения. И поэтому предприниматели – это одна из причин, почему мы не наблюдаем массового бытия. Сейчас, конечно, многие процессы поставлены на паузу. И это ожидание предпринимателей от тех возможностей, которые будет открывать в данном случае им рынок. Федеральные власти уже разработали ряд мер поддержки разных сфер жизни. В регионе тоже определились с приоритетами. Сохраняется заработная плата работникам бюджетной сферы, социальные выплаты, обеспеченные текущих обязательств. Финансовая система Края способна обеспечивать все эти и другие текущие задачи. По словам министра экономического развития, в регионе сохранят действующие процентные ставки по займам фонда развития Края, фонда финансирования предпринимательства. Малый и средний бизнес освободят от уплаты арендных платежей за госимущество, помогут получить меры господдержки предприятиям, которые выпускают социально значимые товары, будут помогать привлекать кредитные ресурсы и займы на льготных условиях организациям агропромышленного комплекса, а также малому и среднему предпринимательству. И это еще не все. Сегодня мы с вами пойти извлечь какие-то сверхрезервы не можем. Мы сегодня во многом зависим, Данил Геннадьевич про это сказал, во многом зависим от того, насколько нам помогает в целом бюджетная система страны. Мы должны, конечно, ориентироваться сегодня в первую очередь на те решения, которые на федеральном уровне принимаются, чтобы они здесь были исполнимы и чтобы они здесь давали на месте свой эффект. Это очень важная задача. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.